Всем привет! Вы на канале Юный Папа. У нас сегодня на обзоре строительная техника Хайна. Вот такой люксовый вариант экскаватора. Здесь вот, представляется в таком чемоданчике. Здесь снизу у него указан артикул 15,80. Тяжелый, 11 килограмм весит. Чемоданчик такой из кожезаменителя. Такие у него тут замочки. Давайте посмотрим, что внутри. Открываем. Здесь у нас крышечка. Все идет в таком вот поролончике. Потом у нас здесь идет инструкция по эксплуатации. Сам экскаватор. Подходите ближе, не стесняйтесь. Давайте посмотрим. Сам экскаватор. Отвлаживаться. Пульт управления с экранчиком. Много разных кнопочек. Потом посмотрим, что делает. Покажем, включим. Пульт управления пластиковый. Он, кстати, не маленький. Такой удобно будет и взрослому. Кнопки здесь. Включение. На батарейках. 2,4G аппаратура. Дальше идет у нас сам экскаватор. Большой. Холодный. Чувствуется металлический. Сейчас попробуем вытащить сначала внутренний элемент. Дополнительные элементы у нас идут. Такой для лесотаска у нас есть отдельно. Продается это для бревен. Для чего-то круглого хватать. Потом есть отбойный молоток. Тоже металлический. Причем здесь ход идет. Вы подключите потом к стреле, и он будет двигаться. Тоже металлический, холодненький. Чувствуется. Большой. У нас тут рулеточка. Сейчас возьму. А, вот рулетка. Сам отбойник такой. 13 сантиметров. Только не маленький. Потом у нас идет аккумулятор литий-ионный. 18650 это размер аккумулятора на батареи. 74 вольта, 2000 миллиампер. Разъем у них XT30. Необычный, но популярный. Это модельный разъем силовой на 2000 миллиампер. Мы потом посмотрим. Сейчас сразу базовый аккумулятор замерим. Для тех, кто будет подбирать дополнительный аккумулятор литий-ионный. Базовый аккумулятор с учетом. Это 7 сантиметров длина. Толщина 2 сантиметра. Ширина с учетом, наверное, вот этих проводов надо использовать. Замерим. 4,5 сантиметра ширина. Потом еще отсек проверим. Возможно, туда чуть больше можно. Зарядное устройство идет USB на 800 миллиампер. Этот у нас на 2000. Соответственно, будет заряжаться 2,5 часа этим зарядным устройством. Потом у нас тут идут масло. Так, какие-то болтики. Посмотрим в инструкции. И ключ гаечный. Видимо, для каких-то установки. А, ну все понятно. Вот это болтики для вот этих ковшей. И для их снятия из установки. Сейчас тогда давайте доставим. Сразу идет в комплекте отверточка. Тоже очень удобно. Больше никаких элементов нет. Сейчас я... Ух, одному, наверное, будет неудобно. Он очень плотно сидит, чтобы не болтался. Давайте мы тогда сейчас на этом этапе прервемся. Достанем технику. Поставим. Уже измерим размеры. И покажем, как функционирует. Мы извлекли технику. Давайте теперь посмотрим. Значит, вот пульт управления. Три пальчиковые батарейки. Нужно будет за эти поставить. В комплект не входят. Вот мы установили. Только болтик не стали закручивать. Но, если что, отвертка в комплекте есть. Поэтому с этим проблем нет. Дальше. Устанавливаем аккумулятор в технику. Готово. Открываем здесь вот ограничитель. Тоже полностью металлический. Открываем крышечку. Здесь соединяем аккумулятор с разъемом XT-30. Не было выключено. Сейчас выключим. Снизу кнопочка сейчас еще покажем. Вот сюда в отсек вставляем аккумулятор. По длине дополнительной возможности поставить аккумулятор не будет. Но по ширине и по толщине запас есть. Давайте развернем его на 180 градусов, чтобы увидеть. Вот смотрите. У него еще запас достаточно большой. И по ширине, и по высоте. Тут можно еще где-то на полсантиметра точно толще аккумулятора ставить. Так, все это закрыли. Кнопка включения находится снизу вот здесь. Не обязательно технику переворачивать. Удобно пальцем до 100. Нашли ее и включайте. Закроем крышечку. И перед включением давайте сразу с рулеткой пробежимся по технике. Первое, что у нас все металлическое. Металл холодный. Корпус тоже металл. Вот эти вот защитные крышечки тоже металлические. Ну вот эта пластиковая деталь. Стрела тоже металл. Холодный у нас. Ковш тоже металлический. Здесь тоже металл. Ну какие-то, конечно, элементы пластика есть. Хотя рельсы, не знаю, рельсы тоже жесткий металл. Не резина, не гнется. То есть он практически там на 90% только внутренние всякие шестеренки металлические. Длина гусениц 29 сантиметров. Высота его по кабину 19 сантиметров. Ширина, ну здесь, наверное, без гусениц сначала, 14,5 сантиметров по корпусу. Если считать с гусеницами, то почти 18-17,7. Теперь по стреле. Ну если ее в длину распрямить, 28 плюс так, стрела еще 29. То есть если распрямить, то она будет длинная. В таком состоянии, как сейчас, он составляет уже 60 сантиметров. Ну и напоминаю, 11 килограмм веса. Теперь включаем пульт управления. Новая прям двигается жестко. Так, включили. Включаем технику. Она издает звуки. И у нас синхронизация происходит сразу. Давайте по пульту. Вот этот рычаг отвечает за вот это колено и за повороты. То есть в движении вверх поднимает вот эту первую часть стрелы. Опускает ее для зачерпывания. И поворачивает башню. Башня железная, металлическая прям поворачивается так прям. Звук всегда можно отключить вот этой клавишей. Нажали и все то же самое, только без звука. Ну, естественный звук шестеренок мы не учитываем. Также обратно включается. Нажали и включается подсветка. Обратите внимание, вот здесь вот, вот здесь подсветка с двух сторон. Вот она тоже выключается и включается. По этой клапке все. Влево-вправо, вверх-вниз. Эта кнопочка у нас наклоняет эту стрелу, вверх-вниз поднимает, вверх опускает. И влево-вправо идет зачерпка работа вот этим ковчом. Видите, можно проводить, раскопать работы по раскопке. Так, и что же у нас получается по движению? Движение экскаватора происходит вот этими клавишами. Две клавиши назад, нижние клавиши две вперед, две верхние назад. Если разные нажать, ну, соответственно, он разворачивается быстрее. Можно одно и только, когда он такое движение делает. Нижний ряд вперед, верхний ряд назад. Вот. Еще есть две кнопки по установке пароля и по установке времени работы. То есть можно запрограммировать. То есть нажимаете и стрелы вверх-вниз, выставляете там 15 минут, например. Это функция полезная, если вы из строительной техники делаете какую-то услугу по игре. Оплачивает клиентам 20 минут игры, вы вставляете 20 минут, техника играет 20 минут. После этого требуется ввести пароль, который становится вот этой клавишей, для запуска снова. То есть можно какую-то платную арену устраивать. В остальном все рассказали. По установке ковшей никаких проблем не будет. Берете ключик, снимаете ковш и устанавливаете нужный лесотаску или дробилку. Еще вот по кнопочкам. Вот эта большая кнопочка, это у нас идет дымогенератор. Включаете и вот обратите внимание, на темном фоне, вот видите, дымочек у нас идет. Ну, по принципу, вот как раз электронных сигарет, жидкость для нее нужна. Ну и второе нажатие отключает дым для реалистичности. Звук тоже отключается, как ранее говорили. Еще сейчас хочу посмотреть, где у нас все-таки подключается отбойный молоток, вот эта штучка. Давайте посмотрим впереди. Вот оно, отверстие. То есть мы ставить будем отбойник так и вот сюда вот подключаем. Давайте подключим, посмотрим, что будет. Давайте сейчас посмотрю в инструкции и сделаем еще небольшую вставку по поводу того, как работает отбойник. И вот последний момент по поводу отбойника. Разобрались. Мы сначала не обратили внимания, тут оказывается еще две секретные кнопочки. Кто сразу не найдет, тоже ставьте лайк. Вот эти две кнопки, они функциональны. Если вот эти не нажимаются, то вот эти нажимаются. И вот как раз у нас отбойничек работает. И верхняя, и нижняя. Можно на даче перестелить дорожки, раздолбить параковку, заново положить бетон. Вот такой вот интересный 3 в 1 экскаватор. Заказывайте в Юном Папе, ставьте лайки, если нигде не могли найти видео или разобраться, как и чего делать. По дыммашине масло для дымогенератора вы заливаете в это же отверстие 4-5 капель. Много заливать не нужно, пол баночки 100% не заливайте, иначе все будет в масле. 3-4 капли капнули, этого хватит на одну игру, то уж точно, а то и на несколько. Масло расходуется не так активно, поэтому вам такого тюбика хватит на весь летний сезон. Всем спасибо за внимание, всем пока.